Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Я постоянно говорил, говорю и буду еще не раз говорить о том, что нужно крайне внимательно подходить к тому, как вы тренируетесь, выбирать инструктора, изучать максимально возможную информацию. Не только для того, чтобы получать прогресс от вашего тренинга, но и в первую очередь для того, чтобы не навредить своему здоровью. Ведь самое главное, любой инструктор, как и доктор, должен запомнить для себя самое главное правило. Не навреди. Но что происходит на самом деле в нашей фитнес-бизнес-индустрии? Фитнес-выкидыши, называющие себя инструкторами, делают, что хотят. Заканчивают курсы двухмесячные или двухнедельные, или даже полугодовые. Но на этих курсах их обучают только одному. Как максимально долго подсадить клиента на фитнес-иглу, на персональный тренинг. Именно поэтому вам так упорно говорят, что каждому нужен индивидуальный подход. Друзья, я как персональный тренер откровенно вам говорю, персональный подход нужен только больным людям и людям, которые готовятся выступать на соревнованиях. Всем остальным людям абсолютно подойдут одни и те же упражнения. Естественно, с корректировкой на ваши антропометрические характеристики. Вот что такое индивидуальный подход. Мне очень много приходит смс-сообщений, писем в инстаграме, в ютюбе вы можете читать, в контакте, в моих группах, в одноклассниках, но больше всего приходит в личку. Я многих прошу снимать ролики на эту тему, но большинство стесняется, либо просто не знает, как это сделать, либо просто нет времени. Но некоторые люди, за что им огромное спасибо, снимают ролики для того, чтобы предостеречь всех нас, всех тех, кто придет, пойдет по нашим стопам, от ошибок. И давайте посмотрим, что сегодня нам расскажет девочка, которая пришла к такому фитнес-выкидышу. К сожалению, я не знаю его фамилию, в каком зале он тренируется. Может быть, кто-нибудь напишет в комментариях. Послушаем, что же произошло. Привет, меня зовут Люба, и это видео я снимаю специально для канала Heavy Metal Gym. И я хотела бы рассказать о своем первом опыте работе с тренером и о том, как я получила травму. Я уже снимала видео для канала Егора со своей тренировкой, в которой рассказывал, что свой путь к здоровому, красивому, спортивному телу я начинала с тренировок дома, самостоятельно. И тренируясь даже с обычной палкой, изучая и осваивая технику базовых упражнений, такие как приседания, становая тяга, я видела отличные результаты, что меня вдохновляло и хотелось двигаться дальше в том же направлении. И чтобы достичь больших результатов, я решила записаться в тренажерный зал. Ну и, как возможно, многие новички побоялась тренироваться самостоятельно и записалась к тренеру. При первой нашей встрече, разговоре с тренером, я ему рассказала, что тренировалась дома, показала дневник свой тренировок и сказала, что хотела бы тренироваться и дальше, включая в свои тренировки базовые упражнения. Соответственно, никаких приседаний, становых тяг, отжиманий, подтягиваний мы не выполняли. Как вы видите, человек, который пытался тренировать эту девушку, совершенно некомпетентен. Начинал ее тренировать непонятно с чего, хотя девушка сама хотела делать базовые упражнения. И через пару тренировок я ему напомнила о своем желании включить в тренинг базовые упражнения. На что он сказал, хорошо, давай попробуем такое базовое упражнение для грудных, как жим штанги лежа. И здесь вот налицо, когда тебя просят делать и давать базу на начальном этапе, это, друзья, приседания и становые тяги. Для девушек, особенно для девушек, да, жим лежа, возможно, когда-нибудь нужно будет подключать девчонкам в программу. Но только для укрепления всего плечевого комплекса. Ни в коем случае не для развития грудных мышц. Это самое тупое, что может быть для девочек. Для девочек есть всего два упражнения, и у меня есть видео, которые необходимы для развития грудных мышц. Найдите его, изучите, и вам будет понятно, почему этот инструктор просто полный дебил. Но смотрим, что было дальше. Показал технику выполнения, и в первый раз я его начала выполнять с пустым грифом, который сам по себе весит 20 килограмм. Не помню, сколько подходов и повторов у меня тогда получилось выполнить, но вечером, во время вечерней растяжки, я почувствовала дискомфорт в правом плече, однако не придала этому значения. Уже на следующей тренировке на грудные мышцы он предложил мне выполнить для более хорошей проработки грудных мышц такое упражнение, как гильотина. Я не раз уже рассказывал, и мне приходится постоянно это объяснять многим тупым малолеткам, ведь Денис Борисов, супер-гуру и еще более известный и звездный человек, такой как Винс Жеронда, научил всех и рассказал всем, что лучшее упражнение для грудных мышц – это гильотина. Друзья, слов нет. Я понимаю, что Винс Жеронда мог просто не знать, и ему преподносят изобретение этого упражнения, но гильотина – это то, что убьет вас, то, что вывернет ваши плечевые суставы. И не нужно говорить, что нужно правильно работать, что нужна грамотная техника, не нужны большие веса. При любой технике, при любом весе гильотина выворачивает плечевые суставы. Если вы говорите обратное или что-то подобное по поводу техники или упражнения с весом, то вы просто не понимаете вообще, как устроен сустав, что такое само по себе сустав. Сустав – это вращательная манжета. Это такие маленькие мышцы, которые, по сути, и составляют плечевой сустав. Достаточно единственного раза, чтобы потянуть эти мышцы или что-то еще с ними сделать в некорректной амплитуде биомеханики вашего плечевого сустава. И крандец – вы можете испытывать боли на протяжении всей оставшейся жизни. Вам это нужно? Сколько, друзья, можно объяснять? Я о ней ни разу не слышала и ничего не знала, но согласилась. Тоже так же он показал мне технику. Выполняла я его с тем же 20-килограммовым грифом. И ритогом вышло то, что на утро я проснулась с дикой болью в правом плече. Боль была такая, что я не смогла поднять даже графин с водой. Сначала я не поняла, по какой причине и что случилось, почему болит плечо. Записалась к врачу и параллельно начала искать информацию на канале Егора. И посмотрев видео о гильотине, о его вреде, я поняла, что, скорее всего, я получила травму. Да, и действительно, врач потом по факту констатировал, что у меня растяжение ротаторной манжеты плеча. На сегодняшний день я отказалась от тренера, тренируюсь самостоятельно в закрытой группе Егора по системе периодизации. Но на данный момент я не могу выполнять отжиманий, ни тяг, ни жимов на бицепс, трицепс. И тяжело даются также иногда подтягивания. И для восстановления своего плеча врач посоветовала гимнастики, в которой есть видео Егора. Для восстановления своих связок я выполняю регулярно гимнастику Егора для мышц ротаторов. И постепенно восстанавливаю свое плечо. Всем хочу пожелать прогрессов тренировок без травм. И пока-пока! Обязательно поделись этим роликом в своих соцсетях. Поставь лайк, напиши комментарий. Даже если тебе не понравилось, ставь дизлайк, пиши комментарий, что тебе не понравилось. И увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok